Ну, мы сейчас так-то по истории архитектуры, просто по сверхновой истории архитектуры будем, которая в 21 веке. Ну и не о всей истории, а о одном конкретном направлении, про метризм. О том, что это такое, ну сначала, кто мы такие. Вот эта спираль как в течение времени показывает, и вот последнее событие, которое произошло в этом направлении, это вот в августе мы участвовали в воркшопе «Точка ветвления» на сентябре «Стрелка». Что такое «Стрелка» и «Точка ветвления» не знаете, наверное, да? Ну вот там мы делали таких два... Ну, мы это хитека. Это такое объединение, у которого нет ни постоянного состава, ни организации постоянной, есть только цель. Но такая цель позже объясню. Вот там мы делали два объекта. Тема воркшопа была «Натуральная отзывчивость», то есть цель была создавать архитектуру, которая трансформируется в зависимости от изменения окружающей среды. Ну, в нашем случае от изменения температуры. И мы сделали там, получается, в двух группах, вот, в группе Алексея и в моей группе, два таких проекта. Ну, там, в смысле, там не только мы были, там группы были по несколько человек. Такие два проекта, которые, ну, такие простые оболочки, которые от Солнца открываются или закрываются. Вот, в первом случае, там, где светит Солнце, там создается тень. То есть вот эти вот лепестки изгибаются так, что закрываются и создают тень. А там, где не светит Солнце, там они, как бы, наоборот, открываются и пропускают свет, ну, рассеянный от неба. Ну, изгибание лепестков – это принцип термопара. Это термопара – это материал, который искривляется от изменения температуры. Вот такие наши последние проекты были. Потом, что было в июле. В июле мы делали такие вот паутины из полиэтилена, там на заброшенном стройке. В мае мы построили две такие теплицы, тоже, но с применением технологии параметризма. Потом, в феврале мы участвовали в фестивале города. Знаете, что такое фестиваль города? Там вот основной проект был вот такой. Это оболочка из ткани, пропитанной водой и замороженной. То есть, вот это вот все тонкая ткань, которая покрыта льдом, получается, армированной тканью лед. Вот, и в январе 2012-го мы еще участвовали на конкурсе велосипедного павильона. Вот там такой проект сделали, он места не занял, но попал в шорт-лист. Потом еще в январе мы делали шорт-лист, типа там восемь этих, восемь лучших работ. А вот еще в январе делали несколько проектов, ну там не только мы, еще вот из нашей группы тоже. Несколько проектов на фестиваль города, чтобы просто отправить туда. Но один из них вот этот тоже реализовали на фестивале. Это такие башенки из полиденовых мешков, наполненных водой. Ну, в общем, вот эти два проекта, вот этот и та замороженная оболочка из ткани, это мы построили на фестиваль города. Еще в декабре до этого проектировали вот такую оболочку из ткани, самый первоначальный вариант, который на городах мы тоже построили, но изначально он на фестиваль следы, который был в Уфе в феврале. Вот на этот фестиваль был. То есть вот этот вот, вот здесь, а мы увидели, да? Вот, ну вот первое место занял на этом фестивале, вот этот объект. Ну вот это проекты, которые мы делали, получается, так, с декабря там по нынешнее время, по, вот, да, августа. До этого, в октябре 2011-го, тогда мы вот только еще начинали, особо проектов никаких не было, вот такой эксперимент у нас был. Мы делали программу, которая создает композиции из кубиков, ну, из таких коробочек. В общем, композиции пропорциональные, там, вот, ну, по золотому сечению или по любой другой пропорции. В общем, вот эта композиция из коробочек, ее создал компьютер. То есть, да, это машинное творчество. Ну, это такой наш старый такой эксперимент. Ну и так. Ну и в марте 2011-го это вот мы только-только начали. Это основание этой группы хитека. Изначально, ну, вот, цель какая была, все началось с цели. Цель – это максимальная автоматизация проектирования. То есть, программа, которая проектирует полностью сама. Вот, ну, просто такая возникла идея, и давай-ка ее реализуем. И вот все, что дальше вы видели, это все шаги к этому. Так, теперь с самого начала, как шла история автоматизации проектирования. Это ты рассказывай. Семчелпи. Который чертит карандашом и линейкой, сидя за Кульманом. Он чертит так до сих пор, пока к нему на помощь в 1982-м году не приходит первый автокад. Который ему, по сути, заменяет только линейку и карандаш. В 1984-м выходят немечек O'Plan и радар TH, который впоследствии становится первым архикадом. Таким образом, к 2000-му году у архитектора есть такой вот выбор, чтобы чертить такие же плоские чертежи, которые он чертил всю жизнь, только чертить их на компьютере теми же линиями. Но все меняется, когда приходит BIM. BIM – это Building Information Modeling, информационная модель здания. Она позволяет проектировать не просто в виде плоских чертежей, но создавать объемную информационную модель, которая в себе содержит какие-то качества. Например, стена имеет слой кирпича, слой утеплителя. Кирпич этот несет какую-то нагрузку. То есть, эту же модель можно проверить на конструкции. И вся эта информация хранится в одной модели, которую постепенно можно совершенствовать и совершенствовать. Вот эти фирмы занимались развитием этого формата. И ревит-технология впоследствии был выкуплен автодеском. И в 2002 году вышел автодеск ревит-билдинг. В автодеск ревит-билдинг основная идея была то, что вначале создается какая-то формообразующая, а уже по ней эта формообразующая проверяется на теплопотери и так далее. И уже когда она несколько раз проверена, по ней можно построить оболочку какую-то из параметрических элементов каких-то. В 2007 году архитекторы вспоминают про программу Райносерос, Райна 3D. А вспоминают они про нее, потому что к ней выходит плагин Градскопер. Если раньше, чтобы в Райна делать что-то сложное, архитектору приходилось писать вот такой код, то сейчас Градскопер позволяет это сделать в виде простых алгоритмических схем, которые в школе проходят. В общем, параметрическая архитектура, это когда архитектор программирует, это вы же так поняли, да? То есть не рисует там, не лепит, ничего, а именно создает программу, которая создает архитектуру. И вот так создавать программу, но проще, чем вот так. Чтобы так ее писать, нужно учиться на программиста. Чтобы так ее писать, можно пару видеоуроков посмотреть и уже начинать делать. И именно одно событие в 2007 году, появление вот такого нодового, то есть визуального языка программирования, это вот первое событие важное. Второе событие важное, в 2008 году вот эти два товарища, Захадид и Патрик Шумахер, создали манифест параметризма. Они сказали всем, что параметризм это стиль, преподнесли это как стиль. И хотя сейчас многие с этим не согласны, считают, что это надо рассматривать как технологию, как метод, а не как стиль. Но однако то, что они назвали это как стиль, из-за этого всем стало намного понятнее, и это очень популяризировало и впустило такую волну. Ну а смысл вот, по их мнению, именно этого стиля, они как это называют еще параметрик, ордер, то есть, ну какой-то набор правил уже, это избегать этих жестких форм, то есть геометрических примитивов, избегать простого повторения и избегать простого сопоставления. Вот Шумахер приводит эту, московский вот эту вот кучку небоскребов, то что это какой-то плохой пример простого сопоставления. Ну, как избегать простого сопоставления, это делать все элементы взаимосвязанными, а не просто вставить друг с другом. Ну это понятно, да? Как избегать простого повторения, просто не повторять, сделать все элементы разными. То есть, одновременно и разными, и взаимосвязанными друг с другом. Ну а избегать геометрических примитивов, это уж понятно, не делать кубики-пирамидки. И параметрическая архитектура, вот это реализованные проекты студии Захихаид, которые относятся к чистому параметризму, как к стилю, то есть всем вот этим правилам удовлетворяют. Параметрическая архитектура начинает выглядеть так. И дальше вот я про такие вехи технологии внутри параметрического метода. Которая вот, ну, появляясь технологией, она открывает новые возможности, и уже архитектор создает что-то интересное, красивое с помощью этих технологий. То есть все идет о технологии. Вот одна из самых ранних, с чего все началось, это норфс поверхности. Знаете, что поверхности, там, с кетчап или, ну, вообще из полигонов создается. Самый простой способ смоделировать поверхность на компьютере, это из полигонов. Норфс поверхности, они не состоят из полигонов, они бесконечно гладкие. Это изначально появилось для машиностроения, там, чтобы проектировать всякие, там, яхты, там, ну, самолеты, ну, и детали автомобилей, когда нужно было делать гладкие поверхности, которые не разбиваются на треугольники, и которые хоть сколько приближаются, всегда будут оставаться гладкими. Ну, вот, это начали использовать архитекторы-параметристы, делать вот такие вот проекты из норфс поверхностей. Ну, нарисовать кривульку стало возможно, на компьютере смоделировать. Надо как-то ее построить. И самая первая технология производства в параметрических формах, это сечение. Просто разбить кривульку на сечение, и пусть эти сечения будут либо перекрытиями у небоскреба, либо, там, либо, вот, полочками у шкафа, либо вертикальными сечениями. Ну, в общем, сечение из плоского материала вырезать несложно. И если составить сечение, то получится, как бы, получится создать эту кривую поверхность. Вот это начали производить такие, там, образцы мебели из этих сечений. Вот интерьеры делать, это интерьер ресторана. Это вот за их ходит такой проект из сечения. Вот, это самая первая технология производства параметрических форм. Потом немного она усложнилась, появилась вафля. Это те же сечения, только уже поперек друг друга, и вставляются друг другу в пазмы. То есть вырезаются из плоского материала по двум координатам сечения, ну, или не по двум, и они потом друг другом, как бы, друг другом соединяются, без всяких крепежей, просто вставляясь друг в друга. Вот так они выглядят вафли. Это тоже довольно, вот это второй по размеру проект с применением этой технологии. Тоже интерьер, тоже ресторанная повода. Мебели много производят по такому принципу. И вот в самой гигантской вафле, это в Севилье, в Испании, такое вот огромное сооружение. Из дерева, и тоже из таких вот перпендикулярных сечений состоит. Вот это вот апофеоз вафли. Потом, потом такое еще направление внутри параметризма очень модное, это сетка вороного. Вороной это русский математик, который создал, ну, разработал алгоритм еще до появления компьютеров, разработал алгоритм, как создавать вот такую сетку. Эта сетка очень естественная. Таким образом, вот по такой сетке разделяются там мыльные пузыри в пене. Ну, то есть, в пену вот так стоит там. Там ячейки пенопласта тоже так выглядят. Потом, там эти прожилки на крыльях, прозрачных крыльях насекомых по такой сетке. Клетки, вот там под микроскопом посмотреть, клетки растений. Ну, и не только растений. Даже вот ячейская структура Вселенной, она, как бы, Всевселенное вещество распределено по границам ячеек сетки вороного. В общем, это такая очень применяемая и очень с глубоким смыслом технология. И вот такие вот проекты создаются. Я вот не принес даже вот это, видел, Валеруа Мерлен этот коврик в раковину для посуды. Тоже сеткой вороного такой. Вот такие штуки делаются из сетки вороного, это тоже сетка вороного. Потом трехмерная сетка вороного тоже бывает. То есть, когда не по поверхности растягивается эта сетка, а объемные ячейки такие создаются. Вот такие, так они выглядят. Вот такую вещь, как сделать, мы даже покажем. Это буквально 5 минут для этого надо. Ну, чтобы такую сетку вороного с этим, чтобы она разжижалась. Вот с трехмерной сеткой вороного такие проекты есть. Такие. Потом паттерны. Тоже такая технология, которая, как бы, появилась и до компьютеров, и до, вообще, ну, не до математики, конечно, с математикой вместе. Вот мечеть, я уже даже не помню, как называется, но, в общем, там, видите, внутренняя поверхность купола, она кривая. Ее нельзя покрыть прямоугольными плитками. Нужно какую-то сетку на нее натянуть, так, чтобы она искажалась вместе с этой поверхностью кривой. И вот такие паттерны, они вот такой старой арабской, ну, не только старой, в арабской архитектуре такой, мусульманской, они вот применялись давно. И вот так они сейчас, по-новому, можно паттерны сетки натягивать на любую криволинейную поверхность. И это, на самом деле, не просто украшательство какое-то. Это такая же технология производства, как вот те сечения или вафли. Потому что вот ячейки этих сеток, они вот здесь, например, их можно каждую вырезать из плоского листа, потом соединить их между собой, и получится в итоге поверхность. То есть это развертка по такой сетке производится. То есть паттерны, они не только для красоты, у них смысл, то, что можно произвести, еще есть смысл функциональный в том, что паттерн, если покрыть здание оболочкой из какой-то сетки, то это не будет как фасад просто слева-справа, это будет как кожа, которая может адаптироваться под изменения, под изменения пространства, а времени, изменения среды. Ну как вот кожа у человека состоит из клеток. Где-то клетки более прочные, там, где вот больше нагрузок испытывает кожа, где-то более чувствительные, где-то более тонкие, где-то из них волосы растут, где нужно, чтобы согреть. Вот. И точно так же понятие кожи в архитектуре. То есть оболочка здания состоит из мелких ячеек, которые как разные. Где-то вот у них там дырки больше становятся, где нужно больше света. Где-то наоборот защищать от солнца нужно меньше дырки. Ну и вот то же самое, что мы в самом начале показывали, наши эти раскрывающиеся, закрывающиеся лепестки. Ну вот так, это макет из картона. То есть создание вот этой сетки паттерна позволило создать развертку. Ну вот самый крупный строящийся проект студии Захихадид, это в Казахстане, тоже, видите, сетка из треугольников. Ну, позволило просто постройки из таких стальных профилей собрать вот такую поверхность. Потому что на нее изначально на компьютере была натянута сетка, и позволило построить. То есть это технология производства. Потом уже более новые такие вехи. Это вот одна из них, минимальная поверхность. Это поверхность, которая как будто бы стягивается. Как будто она резиновая и пытается сжаться. Но у нее не просто выглядит динамично. У нее еще есть геометрический смысл в том, что минимальная поверхность, у нее в любой точке средняя кривизна равна нулю. То есть она, минимальная поверхность, она где не будет выпуклой или вогнутой. Она везде одновременно и выпуклой, и вогнутой, и в ее точке кривизна нулевая. Вот такие проекты из минимальных поверхностей. Это инсталяция Захихадид, тоже минимальная поверхность. Это тоже такая павильонная инсталяция, тоже. Ну и вот наши вот эти два проекта, это тоже минимальная поверхность. Ну и вот простейший из полиэтилена, тоже по сути минимальная поверхность. Потому что полиэтилен он стягивается и пытается сжаться, и поэтому получается минимальная поверхность. Следующая веха, это цепные поверхности. Тоже они, и Гауди применял в физическом моделировании. Он, когда вот проектировал Саград Фамилии, ну и еще некоторые проекты, он делал такой, ну такую физическую модель. Вешал цепи верх ногами, на них вешал какие-то грузики. И эти цепи, провисая, принимали форму таких, на самом деле, идеальных пополов, идеальных сводов. Потом он закреплял все это, переворачивал, получалась модель, пакет здания. Ну цепи, когда вот переворачиваешь, когда провисают цепи, они находятся в равновесии. Поэтому если изменить вектор гравитации, они все равно будут в равновесии. То есть если отразить вверх. И вот в этом смысл конструктивный у этих цепей. Еще есть смысл визуальный, то что цепная поверхность, когда на нее смотришь, она кажется, как будто взлетает вверх и держится за землю, чтобы не улететь. Не создается ощущение, допустим, обычный круглый купол, что он давит на землю, стоит на земле, опирается об нее. А если он нет, держится за точкой, чтобы не улететь. То есть выглядят такие конструкции очень легкими. Даже как вот это кресло, стул. Более сложные поверхности, она вот так вот провисает. Здесь уже и гравитация в разные стороны действует. В общем, вот так цепные поверхности выглядят. Следующая века это метаболы. Это такие, как капли воды, что ли, которые от поверхности натяжения соединяются там по-разному. Получаются такие вот формы. Вот проект такой, видите, там перекрытие и тоже паттерн сделан. То есть где-то вон увеличивается эта перфорация, где-то уменьшается. То есть избегать простого повторения, значит нельзя просто наградить одинаковых окошек, как вот здесь. Окошки надо так. Где нужно, чтобы попадал свет или нужно было вид на улицу, там просто постепенно увеличивать перфорацию. А где нужно солнце защитить, там постепенно уменьшать. Вот такое понимание окна у параметристов. Нельзя просто стенку и вырубить окно. Вот это простое сопоставление, простое повторение. В общем, нарушает все табу. Вот это тоже из метаболов. Вот проект в студию Захихадид тоже из метаболов. Так, параметризм в России. В 2010-м в России... Вот все, что это показывали, это не в России. В 2010-м появилась такая образовательная инициатива, точка вытвления, бренчпоинт. Она, как... Ну там, из нескольких городов студенты и выпускники организовали. И она была призвана объединить параметристов России. Они проводят всякие лекции, воркшопы в разных городах. Вот такую штуку сделали на воркшопе в прошлом году летом. Ну и в этом году летом на воркшопе мы сами там были. Это в Красноярске был воркшоп. Это вообще какой-то давнешний воркшоп. Ну, в общем, бренчпоинт – это образовательная инициатива. Есть еще организации другие. Есть бюро, ну тут точнее было, сейчас оно закрылось. Бюро Digital Baker, цифровая пекарня. Они делали, ну прям, коммерческие проекты. Заказы выполняли вот в направлении параметризм. Вот это какой-то павильон построили они. И вот самый, наверное, их большой проект – это интерьеры этого павильона «Роснано» на выставке «Экспор-2010» в Шанкае. Тоже они делали, ну это фотография, не рендер. То есть это реализованный проект. Есть еще Архполе или Ачпол. Они производят мебель, в том числе параметрическую. То есть вот здесь истечения, ну чаще всего у них истечения, они эти сечения вырезают на фрезерном станке с ЧПУ. Потом склеивают, получается такая вот, ну это не мебель, это ваза. В общем, предметы интерьера, сувениры они делают, ну и мебель. Вот табуретки. Потом есть исследовательская группа «Паралаб». Они делают такие инсталляции. Ну это минимальные поверхности. Ну это немного другое, но тоже минимальные, стягивающиеся, тоже минимальные поверхности. В общем, такие вещи они делают. Ну вот такой путь произвела архитектура, как в конце 20-го и в начале 21-го века, отсюда досюда. На самом деле этот путь, он только начинается. И на самом деле это, вот это путь вашего поколения. То есть, ну и нашего, так сказать. Здесь получается, что общая система знаний в архитектуре развивается так быстро, что не как в средневековье один ремесленник учился 20 лет, потом еще жизнь применял эти знания. Я с такого невозможен. Сейчас с такого невозможен. Потому что общая система знаний развивается быстрее, чем может развиваться отдельный человек. И поэтому история будущего, это история молодых. То есть, сейчас, если вот в 90-х годах разница в 10 лет в возрасте между архитекторами, она была существенная. То есть там на 10 лет моложе, значит уже в такая очередь умеет. На 10 лет старше, значит отмывочки до сих пор делает. Уже сильная разница. А сейчас уже разница в 2 года уже ощущается. То есть, ну вот дипломники, которые на 2 года старше нас были, там были те, которые не умели вообще на компьютере работать. Ну вот, такие, получается, все сжимается разницей между поколениями. И нового поколения сейчас это уже каждый год, а не каждая жизнь. Ну и сайт хитека.ру, на нем, это надо, наверное, показать. Все, чтобы... Ну сейчас мы с вами дальше что будем делать. Сначала покажем, где что скачать, где что установить, где есть какие уроки, чтобы все это изучить и делать. На самом деле все это довольно несложно. И потом мы покажем, как сам процесс работы, вот это программирование Агросупер происходит. Сейчас, как это, открой этот сайт и это... Покажи, где там... Спасибо. 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 В общем, хитека, это, ну вот этот сайт, он по принципу блога, то есть там вставим, появляются новые посты, а там есть и уроки, и ссылки. Ну ладно, вроде бы сейчас загрузишь. Вот наверху есть вкладки, есть вкладка уроки. Там собраны вот этот пост в Агросупер, там подробные инструкции, как установить район, как установить к нему плагин Агросупер, и ссылки на уроки. Все, которые мы нашли, но там не только на русском, а вообще только и не на русском. Сайт хитега.ру. Ну еще вот в Агросупер, там ссылка на Агросупер 3D, где вот куча работ, можно посмотреть студентов, ну и студентов и молодых хитеков всего мира, там есть, наверное, уже сотни тысяч этих проектов. Вот они каждый день по десяток новых появляются, то есть это на самом деле очень стремительно развивающиеся, это не какое-то там, это, ну что-то редкое, эксклюзивное уже, как было за кое ходить 10 лет назад. Это уже что-то массовое, просто в России еще не массовое. Ну и есть еще вот эти наверху посты, это, ну которые мы снимали, видеоуроки на русском, но они к самое начало рассматривают, самые основы, то есть вот, ну их всего там на час где-то по времени в общей сложности. То есть их если посмотрите, то потом дальше уже надо будет английские видеоуроки все-таки смотреть. Ну и есть еще пару книжек переведенных, ну есть и на английском книжке, ну там все ссылки на это есть. В общем, если заходите, на самом деле вот за пару месяцев можете стать параметристами, просто если не принудительно учить, как на парах, а вот придется самостоятельно изучать. Ну сейчас, ну все понятно, где еще искать, где еще смотреть, да? Еще есть группа ВКонтакте, ну там тоже самое, ну вообще-то хитек есть и ВКонтакте, и в Твиттере, и в Фейсбуке, там везде, но в принципе там все дублируется. И может мы, ну не может, а организуем еще пару воркшопов, не знаем когда, но тема уже примерно есть, и вот если что, вот объявления все будут в ВКонтакте, и в этой группе, и в блоге. Ну в общем, все это в интернете есть, сеть, чего-то. Ну или в самой фитеке, там есть ВКонтакте, и там ссылки на все эти. Так, ну сейчас, где что искать, где информацию находить, все поняли, да? Ну сейчас покажем, как это все работает в реальности, ну не в реальности, в виртуальной. Ну есть еще такой нюанс, то что недостаточно просто вот эти уроки делать, потому что когда Саша Болдарева, которая проводила курсы в Питере, те, кто приехал в воркшоп и просто в Академию на юркурсе, потом забыли уже все все делать, потому что нигде не применяют. Важно это еще применять в своих проектах, в каких-то простых экспериментов. Да, и скорее всего преподаватели будут против. Ну, к примеру, какие у вас преподаватели, какие? Содничок у вас. Ну, содничок по-любому. В общем, ну сейчас, конечно, это уменьшается такое сопротивление, но вот в самом начале, особенно года два назад у других вузов, там в УГХ, УГХ же, да, УГХ в Екатеринбуре, вот, там вот прямо вообще, ну как это, ну, отторжение полное было. Ну, сейчас постепенно, вот из-за вот того, что мы всякие и курсы, ой, и лекции вот эти проводим, и там, и это все популяризируется, все-таки до преподавателей тоже потихоньку доходит. Так что постепенно будет уменьшаться сопротивление, и за счет вас тоже. Ну, в смысле, если вы будете применять... Так, у тебя все вот эти остались, панельки. В общем, показываю, как все это работает. Как все это делается. Панельки они, чтобы места не занимали, я их закрою. Вот, есть программа Райна, это довольно простая, чуть сложнее с Китчапа. Китчап, знаете? Райна чуть-чуть сложнее с Китчапа, то есть она не настолько мудрена, как 3D Max. Программа для трехмерного моделирования. На самом деле, в ней даже почти ничего знать не надо, знать нужно все в этом плагине. Grasshopper. То есть, они открываются в отдельных окошках, и лучше их сразу разделить на пол экрана, а еще лучше отдельный монитор поставить. В общем, два окошка отдельных. В окошке Райна, вот, можно перспективу сделать. Вот, в окошке Райна у нас показывается трехмерная модель, а в окошке Grasshopper показывается алгоритм. И вот, я там показывал, помните, трехмерную сетку Воранова, где-то такие, ну, сейчас я вот это вот сделаю за 5 минут. Создаем трехмерное облако точек. Вот здесь есть, ну, ладно, буду объяснять все-таки слишком быстро, не буду делать. Вот здесь есть вкладки, есть группы, и здесь вот всякие инструменты. Их вот так берете, вот так вот, или его перетаскиваете, или просто ставите, и они здесь появляются, как бы, на холсте. У этих элементов, это ноды, называется, у них есть входы и выходы. Эти входы и выходы можно соединить между собой проводками. Вот сейчас мы создали облако точек, и сейчас по этому облако точек можно трехмерную сетку Воранова создать. Вот у нее на входе здесь должны быть точки, и здесь на выходе точек. Значит, можно взять и соединить проводку. Сейчас вот это можно скрыть. У нас будет вот она, сетка Воранова, мыльная пена. Трехмерная сетка Воранова. Вот здесь, на входе, у облака точек, есть вон бокс, коробка, внутри которой она создается. Этот бокс можно создать. Так, где он? Вот здесь. Вот он. Вообще, конечно, довольно тяжелая операция в создании трехмерной сетки Воранова. Можно начать с более простой. Ну, в смысле, для компьютера довольно тяжелая, поэтому она сейчас тормозит. И начну с более простой, с двухмерной сетки Воранова. Она очень быстро строится. Она вот здесь, вот она так выглядит. Для этого нужно создать двухмерную облако точек, поле точек. Соединяем. Вот она, двухмерная сетка Воранова. Точки можно скрыть. Но здесь тоже будет бокс в начале. Так, это регион. Зарисовали? Ну, это, вы сейчас запоминать это нет смысла. Вы просто смотрите, что можно делать. Вот здесь, когда наводишь, покажется тип данных. И написано, что это за входные данные. Вот здесь написано бокс, значит, нужно на входе туда подключить именно коробочку. И написано, как границы, где строится эта сетка Воранова. Вот до этого не было подключено сюда бокс, и она строилась вон как везде. А как подключили вот эту коробочку, вот она. Ее подключили, и теперь сетка... А, нет. Теперь сетка Воранова строится только внутри этой коробочки. Вот она. Ну вот так правила кнопку превью. Это я включаю, включаю, чтобы не показывать лишнего. Ну, чтобы оно вот все не отображалось. Просто скрывать можно, как слои. Потом вот у этой коробочки на входе, видите, base plane, то есть, ну, плоскость, на которой она строится, и размеры по трем осям. Сюда можно подключить слайдеры. Слайдер – это такой числовой параметр, который вот двигаешь, и там изменяется число. И вот в координаты X, ну, пускай там будут разные слайдеры, по-моему, у тебя просто ком тормозит. Ну, хотя нет, вот все быстро строится. Вот три координаты, подключаем к ним разные, ну, к Z-то и не надо, хотя на потом пускай будет. Вот, и размеры по X, по Y меняем, и сразу меняются размеры вот этой коробочки. Теперь по этой сетке Вранова на выходе получаются вот эти ячейки, как бы, ломаные линии. По этим ячейкам можно, допустим, создать сначала поверхность вот такую, потом эти поверхности, не знаю, а нет, сначала и сами ячейки можно уменьшить. вот есть скейл, здесь геометрия, которая уменьшается, есть центр масштабирования, и слайдером размер масштабирования. И потом уже сюда по уменьшенным сеткам строим эти поверхности, это отключаем. И вот, теперь можно вот изменять размеры, насколько уменьшается каждая ячейка, и по ней строятся вот такие вот маленькие кусочки поверхностей. По этой поверхности теперь можно выдавить наверх экструдом. Это все не запоминайте и не записывайте, просто смотрите. Там, я сейчас не чтобы научить это делать, а чтобы показать возможности это сейчас делаю. Так, здесь вот экструд, нужно на входе, ну, профиль, вот он подключили, потом вектор, по которому нужно нам выдавливать. Вот вектор Z создаем, вот он выдавливает наверх. Теперь, ну, они все одинаково уменьшаются, потом еще и одинаково выдавливаются. Сейчас вот еще прозрачность уберу. Ну, можно сделать, чтобы они не одинаково уменьшались и наверх поднимались. Чтобы можно сделать, вот есть такое понятие, аттрактор. Это элемент, от которого зависят другие элементы. В данном случае можно сделать, чтобы высота и горизонтальные размеры каждой вот этой башенки изменялись в зависимости от расстояния до какой-то точки. Здесь создаем точку. Эта точка будет аттрактор. Потом ее задаем сюда. Вот она у нас задалась. Так, здесь еще привязку отключить. снаб. Вот, теперь... Теперь от этой точки до вот этого облака точек можно измерить расстояние, и от этого расстояния задать зависимость вот этих размеров и высоты выдавливания. Измерить расстояние просто. Вот такая штука. Точка А, точка Б. Точки А вот, точки А, точка Б вот. У нас теперь есть список расстояний. Теперь от этого списка расстояний можно, допустим, высоту задать. Вот. Вот, теперь от расстояния до точки зависит высота каждой башенки. Так, здесь еще... Ну, хоть куда можно, можно даже вверх. Здесь еще... Сейчас, что я сделаю? Это просто, чтобы отображалось лучше. Так, я превращу в меш, и... Вот, теперь он без всяких этих... Вот, теперь беспрозрачные грани отображаются. Вот, двигаем точку, но если мы ее очень далеко поставим, они все будут очень высокие, потому что зависит от расстояния. Можно сделать, чтобы максимальная высота задавалась, но, однако, от расстояния, чтобы зависела. Это для этого нужно взять и все вот эти расстояния поделить на максимальное. Тогда они будут все от нуля до единицы. Для этого находим сначала... Проще. Тут есть тоже такой ноб. Ремап. Здесь на входе значение. Потом S это... От нуля до единицы, все правильно? Нет, нет, S это какие там значения? Ну, не надо изменять, там по умолчанию от нуля до единицы. Нет, это не то, это которое там есть. Ага. Здесь получают значение от 0,6 до 3. На входе такие, на выходе у нас будет от нуля до единицы. И теперь высота всех от нуля до единицы. Или их можно умножить там тоже на слайдер. В слайдере можно, ну и в принципе почти во всех нодах можно изменять какие-то настройки, параметры. Вот теперь у нас слайдер создает максимальную высоту, и выше нее не будет создаваться башенка, даже если точка очень далеко. Ну и самые низкие теперь будут не выдавливаться вообще. Да, сейчас еще вот так можно поиздеваться над ними. Можно нелинейную зависимость. Сейчас зависимость линейная. То есть, вот если так посмотреть, то они по одной линии увеличиваются. Просто чем дальше, тем выше график как одна линия. Можно изменить этот график вот такой штукой. Так, вот такой. Нет, не такой. А который из них? О, здесь задается тип графика, пускай будет без Е. Если вот сейчас так соединить, ничего не изменится, а нет, изменилось. Ну вот сейчас здесь можно этот график менять, и от этого будет изменяться зависимость вот этих... Да. Да. Вот это программирование, и этим в студии Захих Кадет занимались, в программистах в очках писали код. А сейчас это можно вот так вот, ну очень быстро делать. Ну то есть, поэтому вот это так становится популярным из-за того, что просто. По сравнению с обычным программированием. А вот разрежение вы где-то там, то есть, на категории разрежало совсем? Так, здесь не зависит от аттрактора размеры, вот это вот, Scale Factor, у нас сейчас просто слайдер. Сейчас можно сюда же вот это просто подключить. И вот, и теперь будет зависеть от него размеры. Ну видите, да, чем ближе к точке, тем они вот совсем тоненькие, а далеко от точки они вот полные. Сейчас я сделаю трёхмерную сетку вороновой сюда же. Так, это включаем. Это сюда. Так, это сюда. И вот это сюда. Сейчас я вместо двухмерной подключил сюда трёхмерную. И можно, ну чтобы как на той картинке было, сейчас сделаю. Изменить размеры этого кубика, чтобы он стал уже, ниже, ну и длиннее. Вот, и теперь от аттрактора зависят размеры... Сейчас не зависит, так. Так, расстояние тоже, да. Расстояние от вот этой точки. От вот этих точек. Вот всё, работает. Там ещё было разноцветное, тоже несложно сделать. Вот есть такая штука, это градиент. Здесь сделаем там, от какого-нибудь такого. Вот такого. Потом Это сюда. И есть такая штука Custom Preview. Это такой нот, который визуализирует. Сюда на входе геометрия и материал. Геометрия вот она. А материал вот. И он теперь, ну, для каждой фигурки разные цвета делает. Этот градиент можно вот так вот изменять. Можно там цвета менять. Можно добавить ещё цвет. Так, этот пускай будет какой-нибудь там ещё вот такой. Там можно хоть сколько цветов делать. Ну, в общем, вот такие операции. Здесь ещё фон такой серый. Сделаю-ка я Gradient View. Вот. Что ещё сделать с ним? Вопросы есть? За час? Не, ну, эти видеоуроки, которые есть, знаете, на русском, их там всего где-то на час. И там, в принципе, ну, хотя паратрактора там нету ещё. Ну, нельзя сказать, что можно за столько времени изучить гироскопер. Потому что полностью изучить это... Во-первых, нельзя успеть его полностью изучить, потому что постоянно появляются новые плагины, постоянно он очень быстро развивается. Можно просто, допустим, чтобы такое делать, его достаточно изучать один день. Там, чтобы делать что-то более сложное, там уже нужно изучать там месяц, допустим. Ну, и в принципе, его можно постоянно изучать, всё равно всё знать не будешь. Вот так. Потому что это постоянно развивающаяся штука. И появляется куча новых там разных плагинов, дополнений к нему. Это как... Как Linux. Это операционная система. Развивается, потому что куча людей к ней что-то дополняют. Но есть тоже что-то похожее. Какие минусы? Ну, скажи, какие минусы есть? Самый главный минус – это то, что независимо находится вот этот холст, где строится алгоритм и модель как-то. То есть, если я захочу изменить там размер конкретной ячейки, конкретные вот эти ячейки все... А, да, кстати, как их сделать реальными? Вот давай я это... Это ты не... Не надо говорить это. Вот здесь их нельзя выделить, нельзя удалить, потому что их строит Гроскопер. Он их нам просто показывает. В Райна их нету как бы. Чтобы сделать их в Райна, нужно вот такую штуку. В Райна нету этой трехмерной модели, вот этих. Они... Это их нельзя ни выделить, ни удалить, ни переместить. Чтобы их... Так как реальную геометрию создать, нужно вот тот нот, который эту геометрию простраивает. Ее взять и нажать вот «Bake» из печи. Да, и теперь их можно выделить, видите? Так, можно теперь их куда-нибудь оттащить. Они еще в невидимом слое, что ли? Почему они стали невидимыми? Ну ладно, так сделаю. А, это меш, потому что... Ну, в общем, вот теперь их уже можно... Во-первых, их можно удалять, но это особо-то не надо. Все-таки это... Надо было лучше в Гроссупере все, чтобы генерировалось так, чтобы потом не надо было изменять. Ну, самое главное, отсюда можно рендерить. Теперь вот эту модель. Ее можно экспортировать. Там в 3D Max или хоть куда. Вот здесь экспорт. Здесь есть куча форматов. Ну, в какую программу хотите экспортировать? Такой формат. 3DS, FBX есть. В общем, можно экспортировать. Если вы умеете рендерить в Max, то можно экспортировать в Max и там рендерить. В общем, вот выход из Гроссупера вот так осуществляется. Ну, а программирование у Гроссупера вот так, соединение ноды. Сколько еще времени осталось? Что-нибудь еще успею показать? Ну, сейчас я еще тогда сделаю... Это, покажу, как работает случайность, генерирование случайных числений. Пойдем в твое посвящение. Придем. А во сколько? Во сколько? 6, да? Здесь будет мудитория где-то в 5, больше 100 началось. Кому будет? Пойдем в 6, 7. 6, 7. 6, 7. 6, 5. Сейчас сделаю обухо из случайных кубиков, у которых будут случайные размеры. Так, вот облако точек создается. И есть ноты, у которых на входе есть вот такой вот сид, семя. Это ноты, в которых что-то создается случайно. Вот, допустим, здесь случайно разбрасываются точки внутри границы. Если сюда подключать какое-то число в сид, то это число является семенем случайности, получается. Изменяем семя, изменяется случайность. Вот, и есть еще генератор случайных чисел просто. Так. Вот он. И сейчас в каждой точке сделаем кубик, у которого будут случайные размеры. Вот у точки, у кубика начальный, вот самый первый параметр входной данной, это вот Base Plane. И его подключаем вот в эти точки. То есть каждый кубик будет строиться с центром в этой точке. И так, еще нужно здесь в настройках генерального случайных чисел задать количество чисел, потом, ну, их границы от скольки до скольки, ну, и тоже семя. Количество чисел нужно такое же, как здесь количество точек. Их здесь 100, поэтому пускай чисел будет тоже 100. И теперь подключаем размеры по х и по у. И вот кубики теперь с случайными размерами. Но она сейчас... Так. Вообще-то здесь вот так. Вот. Если семя генераторов случайных чисел изменять, то изменяются случайные размеры. Если семя генераторов случайных точек изменять, то изменяется... А, это количество точек изменяется. Ну, в общем, семя изменяется случайность. Вот. И можно еще... От скольки до скольки эти числа задать. У нас сейчас случайные числа от нуля до единицы, и потом получается довольно... Ну, вот просто если сюда число задать, то будет максимальное число. Вот сделаем максимальный размер кубика, поменьше. Точки скроем. Вот теперь они в случайных размерах, в случайном месте. Но у них сейчас эти... Одинаковые размеры внутри каждого кубика. То есть это кубики. Можно сделать, чтобы это были пролилипи-беда. Тогда нужно еще один генератор случайных чисел. Еще один генератор случайных чисел, и даже еще два. Которые мы подключим к другим координатам, Y и Z. Вот так. Ну, сейчас ничего не изменилось, потому что 7 у этих трех генераторов случайных чисел одинаковые. Если их сделать разными, то размеры кубиков будут разные в трех разных координатах. Так, что еще можно? Может, еще с цветами случайно? Сделай, у них еще цвета случайные. Потише. Теперь у них случайные цвета, но все эти цвета есть из такого вот градиента. И вот какое основное вообще преимущество? Зачем нужно делать программу, которая создает архитектуру, а не просто самому? Вот эти кубики же можно и просто смоделировать, как с кетчапом или где. Ну, там, конечно, дольше, но самое главное преимущество не в том, что компьютер быстрее это делает. Самое главное преимущество вытекает из этого, это то, что мы можем тысячи вариантов смотреть. Вот, допустим, сейчас можем взять и на самом раннем этапе внести изменения. То есть на этапе задания размеров этого кубика. Изначально облака точек. Вот их стало больше. Или хотим уменьшить количество этих боксов, их стало меньше. Да, захотим, возьмем и сделаем шарики. Сейчас. Вот они, шарики. Вот так, так, так. Теперь у нас... Так, это скрываем. Теперь у нас случайного размера шарики. То есть вот такие изменения, которые полностью изменяют проект, их можно носить одним нажатием кнопки. И когда вы проектируете по-обычному, не параметрически, то вы максимум там 10-20 вариантов проекта рассматриваете, там, начиная с самой первой кулузуры, заканчивая там чистовиком. Да, ну может даже вообще там 5 вариантов. То есть поиск... Поиск получается среди всего 5 вариантов. Всего 5 шагов поиска. А здесь шагов поиска может быть 1000. Потому что здесь внести изменения, это... Ну, можно мгновенно. Заходим сейчас. Вот я хочу сейчас сделать плоское это облако шариков. Вот они сейчас будут плоскими. Ну то есть вот в целом форма будет плоская. Потом, пускай меньше у них будет размер. Вот они меньше будут теперь. Хочу квадратное сделать облако шариков. Квадратное и плоское. Вот они сейчас с равными x, y координатами и с нулевым координатами z. Закончу изменить всеми случайности. Они теперь вот становятся другими. Закончу добавить больше цветов. Добавлю здесь вот такой. Добавлю еще там хоть 20 цветов. В общем так. Закончу, допустим, чтобы фиолетового было больше, чем других цветов. Двигаю грудиент так, чтобы фиолетовый занимал больше места. Так, что я изменяю семя. Ну что-то его не стало больше, конечно. А, ну по количеству шариков стало больше, да. А, знаешь почему? Потому что размеры из рандома... А нет, они не по порядку тут. А, понятно. Самые маленькие делают фиолетовыми, а самые большие делают другими. Можно вот такую штуку еще сделать. Перемешать просто. Вот он. Берет и перемешивает. Вот и теперь они все случайного размера. Вот у меня градиент такой, поэтому фиолетовый больше. Хочу желтый больше. Делаю вот так. А эти сюда. Ну, в общем, это так. Если будет система такая, что в итоге там весь проект строится, то то же самое. Можно будет внести изменения, и проект мгновенно, ну не мгновенно, но за секунды перестроится. И если бы трехмерная модель, которая строится, ну как чертеж, или тем более даже, там, не знаю, ручной рисунок, там, или макет, если его, в него вносить изменения где-то, то это там целый день может занять. И получается здесь творчество становится не создание, не вылепливание, не терчение, а творчество это становится поиск. То есть от творчества остается самое чистое его проявление. Это поиск среди вариантов. В общем, поиск в пространстве поиска.